Возможности укрепления диалога на высоком уровне между Молдовой и Евросоюзом, начавшегося в Кишиневе несколько недель назад, обсудили в Брюсселе премьер-министр республики Майя Санду и еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнис Хан. Санду проинформировала европейского чиновника о последних политических событиях в нашей стране, а также о действиях, предпринимаемых правительством и парламентом для продвижения программы реформ. Премьер подчеркнула, что нынешняя власть нацелена на восстановление демократических институтов и доверия граждан к собственному государству. Хан заявил, что Евросоюз готов поддержать молдавское правительство в проведении реформ. В то же время, по его словам, важно, чтобы Молдова точно выполняла подписанное с ЕС соглашение об ассоциации. «Я рад видеть в последние недели, что у премьер-министра Майи Санду есть твёрдая приверженность по выполнению программы решительных реформ на основе соглашения об ассоциации. Молдове пора смотреть в будущее. Мы ценим намерение продолжать реформы. Рад отметить, что основное внимание уделяется деполитизации и укреплению независимости госинститутов. Особенно в области правосудия и борьбе с коррупцией, которая, кажется, глубоко укоренилась во многих областях, и, вероятно, это самая большая проблема, которую правительство должно решить». «Спасибо за вашу поддержку, оказываемую Молдове как в хорошие, так и плохие времена. Сегодня страна столкнулась с тяжёлой задачей, связанной с восстановлением демократических институтов. Им был нанесён серьёзный ущерб из-за неправильного управления, мошенничества и других проблем. Молдова должна начать всё заново. Мы изучим, что было сделано неправильно. Те, кто украл миллиарды, будут привлечены к ответственности. Мы победим коррумпированную систему, которая превратила страну в зону контрабанды. Мы хотим построить будущее в Молдове, а не заниматься отмщением. Хотим открыть ворота для инвестиций. Хочу сказать Европейскому Союзу, что моё правительство привержено проведению широкомасштабных реформ. Мы можем добиться успеха только при вашей поддержке. Однажды Молдова будет готова для Евросоюза». Еврочиновник, в свою очередь, признал, что применение программы управления нового правительства будет сложной задачей, заверив при этом, что в этом отношении наша страна может рассчитывать на поддержку ЕС как в политическом, так и в финансовом отношении для осуществления реформ. «Евросоюз готов работать с новым правительством на основе взаимной приверженности, соблюдая закреплённые в соглашении об ассоциации принципы. Можно быстро мобилизовать поддержку и средства при условии, что будут выполнены необходимые условия, и правительство сделает правильные вещи, обеспечит результаты в экономической сфере, в области соблюдения верховенства закона, в проведении судебной реформы и плюрализма СМИ». Премьер-министр Майя Сандо со своей стороны заверила, что европейский путь и соглашение об ассоциации с ЕС остаются основой усилий по построению современного государства. «Евросоюз давал нам несколько шансов стать европейским демократическим государством, восприимчивым к потребностям и пожеланиям своих граждан. Эти возможности не были полностью использованы. Сегодня нам требуются не авансовые платежи, а поддержка для демократических преобразований. Я нахожусь здесь, чтобы полностью восстановить сотрудничество с ЕС, которое было заморожено из-за коррупции и мошенничества». Хан приветствовал действия, предпринятые нашим правительством в продвижении реформ. Он отметил, что осенью состоится первый совет по ассоциации ЕС Молдова, цель которого будет заключаться в том, чтобы возобновить сотрудничество.